Правильная погоня. Самые добросовестные гонки прошли в Нижнем Новгороде. Авторадио проводит традиционную акцию, в рамках которой водители за главным призом едут по всем правилам. По условиям гона к водителю-участнику необходимо добраться из пункта А в пункт Б за наименьшее время, соблюдая при этом все правила дорожного движения. За этим внимательно следит инструктор автошколы, который находится в машине. Главный приз это комплект зимней резины. Я думаю, что вообще в преддверии зимнего сезона будет приятным подарком для кого-то из участников нашей формулы. Восьмой по счету. Получить комплект зимней резины на свой автомобиль. Тем более в такие непростые времена. Ну, получится неплохо. А так резина зимняя у меня есть. Это не самоцель. Для меня главная задача вот так сказать сконцентрироваться именно на неукоснительном выполнении правил. Здесь главное не скорость, главное мастерство, главное умение, главное знание города и уважение к поставленным участникам дорожного движения. Есть движение по полосам, которое запрещает движение на трамвайном пути по путному направлению. Я же попутно ехал. Есть знаки направления движения по полосам, которые разрешают из двух полос поворачивать налево. Все. На трамвайном пути делать нечего в такой ситуации. Вы не знали о том, что это следует? Неа. Три минуты. Тут ведь много отвезений зависит. Кто успеет проехать на зеленый, тот чуть побыстрее, кто не успеет. Тут не столько от мастерства зависит где-то, а отвезений тоже очень много. Да дай-то газу-то, ну, е-мое, ну что ты, блин? Будет специально тормозить меня. Я думаю, наверное, второй. Думаю, буду. Красный цвет. Побольше зеленого. Хорошо проехал. Нормально. Понравилось очень. Поморгал дальним светом, чтобы пропустили. Одна минута штрафного времени. Превысил скорость. Не заметил ограничение скорости 40 км. Сейчас ехал, как обычно, 60. И съехал с кругового движения, с правой крайней полосы. Ну, для меня главное было, так сказать, не нарушить. Сам для себя я такую цель ставил. В общем-то, я с этим справился. Так что могу себе поставить 4. Обладатель первого места. Это Александр Селебряков. Александр. Ну, все круто. Будем готовиться к полуфиналу. Спокойствие и удача.